Здравствуйте, дорогие соотечественники! Есть такая область человеческого бытия, на которую обычно люди как-то не очень обращают внимания. Если вот, допустим, посмотрим учебники истории, обычно раздел там культура, искусство и прочее, это всегда в конце. Сначала, значит, идут истории, кто кого побил, кто кого победил, потом почему это произошло. Короче, а да, да, забыли, еще есть у нас раздел культура и искусство. И не понимают люди, не понимают человечки одной простой вещи, что история, та же история, настоящая история, реальная, неписанная, доказала, что у тех народов, где не пользуются ни в части предки, ни в части их духовной традиции, ни в части их культура и искусство, эти народы, как правило, рано или поздно кончают прозябанием, либо растворением в мутных водах истории. Казалось бы, а что имеет политика, экономика, социалка, какое отношение имеет к культуре, к искусству? Ответ самое непосредственное. И чтобы убедиться в этом, мы пригласили сегодня в студию нашу очаровательную собеседницу Елену Пахомову. Добрый день. Ну? Ну, я с вами абсолютно согласна. Всего лишь по той причине, что первое мое образование – это художественный факультет. Историю искусств, именно историю искусств я изучала во всех ипостасях, каких только возможно. Но отличие истории искусств от истории обычной в том, что как раз то же самое изучают сначала политику, экономику, внешнеполитические отношения. То есть схема железная отработана. Абсолютно. И потом идет объяснение… Даже в истории искусств. Я так понимаю. Да, но знаете почему? Для того, чтобы понимать, почему все это и как все это повлияло на искусство. То есть искусство без всего остального невозможно. Оно отражение истории. Ну, особенно усердно я изучала историю костюма. У нас был прекрасный преподаватель Северина Недельчук. Это художник по костюмам, который работал на «Молдовый фильм». Она одна из супруг Василия Брескана, режиссера. И она сейчас работает… Да-да-да, вот это… Интересно. Да, у меня потрясающие были педагоги в Институте искусства. И сейчас она работает художником по историческим костюмам в Москве. Это великолепно. Одни из лучших сериалов исторических. Вот везде, где есть, значит, Северина либо консультант, либо непосредственно художник по костюмам. И, например, историю Китая или историю Японии, историю костюма Китая или Японии мы проходили сначала, изучая вот все исторические аспекты, затем философию и литературу, и потом для тебя абсолютно как вот чистый… не чистый лист, а уже полностью исписанный, ты понимал. Например, взять ваш любимый Китай, обожаемый и нежный. Очень. Да. Традиционный костюм, который все считают, что китайский костюм с запахом, да. На самом деле это монгольский костюм. Вы прекрасно понимаете, что одна династия вытеснила другую. Реально чистый китайский костюм. И это произошло, когда Хубилай, у которого в гостях был Марко Поло небезызвестный, он из династии чингизидов, внук Чингисхана. Вот, видимо, они и принесли вот это… Принесли. Это говорит о давлении одной культурной друге. Разница, что запах на левую, на правую сторону. Вот. А то же самое, например, с традиционным молдавским костюмом. Когда начинают и с коврами, когда начинают рассказывать вот эти цветочные мотивы, везде их впихивают и вклеивают и рисуют, на самом деле это не совсем традиционный молдавский костюм. Это правда, это северная часть, но это влияние Австро-Венгрии. Откровенная Австро-Венгрия, вот прям понятно, такая пышущая, такая барокко какой-то, такой псевдо-барочный стиль. Традиционные молдавские узоры – это орнаменты, и они столь же интересны, их символика, как и китайский язык, как и японский. И, в принципе, если читать эти ковры, вот все эти ковры… Это и диаграммы, да? Абсолютно, и там заложен смысл, почему, например, бабушки детям, внукам передавали своим детям, в общем, с поколением в поколение, потому что это было как охрана дома. И вот здесь вот охраняем от этого, от этого желаем тебе вот это, вот это. То есть это, с одной стороны, как практически, ну, не икон, ну да, вот охрана такая, с другой стороны, это как открытка. Аберег иконы только языческая, еще та древняя. Да, да, вот это оттуда, оттуда. И по ней бабушка рассказывала, что это там, что узор обозначает, что это. То есть она умела читать, сейчас мы не умеем этого. И те, кто знают символику того же Кукутинь-Триполи, который тоже пока в догадке, если провести параллели, то можно вот прочитать. Это удивительная наука, это интересно. Очень древний графический язык. Да, поэтому не бывает мелочей. И почему надо вот беречь, вот многие говорят, да, это все, понимаешь, устарело, мы там в гаджетах, в этих всех модах. А почему вот самые такие продвинутые, на мой взгляд, нации, вот те же китайцы, японцы, корейцы, почему они так бережно относятся, да и индейцы США, почему они, кстати, сейчас такие продвинутые стали, они живут в некоторых так называемых резервациях, у них целые города, казино и прочее, там разбогатели некоторые племена. И вот я говорю, я когда был в 93-м штатах, меня поражало, как эти индейцы свято относятся ко всем вот этим узорам, рисункам, стилям. Почему это так важно, Елена? Потому что это послание твоих предков, ты должен, если ты не носишь их фамилию, ты носишь их генетический код, то это вот часть того, что и тебя оберегает, и тебе рассказывают, кто ты есть. То есть ты остаешься я, я само по себе без предков не бываю. Я никто без всех них, потому что... Я гражданин мира. Каждому человеку интересно посмотреть в зеркало и сказать, так, брови у меня в бабушку, там губы у меня в дедушку, волосы вьются еще в кого-то, еще иногда национальности приплестили, потому что там голубые глаза, это славяне, это вот это, это вот это, вот, но есть и вещественные доказательства, помимо твоей внешности. Духовное наследие, культурное. Это то, что ты сможешь передать потомка. Если эта пуповина прерывается, человек превращается в ничто. Либо ты начинаешь... Это не личность. Либо как вот где-то лет после обычно, там, сорока... Потребитель. Гаджеты, шмажеты и все, и не цели в жизни толком. Лет после сорока, знаете, все начинают вдруг проникаться и говорить, я не поговорил с бабушкой. Я не встречала пока ни одного человека, который не жалел бы о том, что я не спросил бабушку, а вот об этом, об этом, а я не расспросил дедушку, об этом, об этом, а вот жалко. И они начинают искать пожилых людей, которые могли бы рассказать... Хоть что-то. Хоть что-то об этой эпохе и понять. Та же архитектура, это вот все взаимосвязано, например, там, Сталинский импер и Хрущевский, да, достаточно простые. Тоже люди не понимают, почему от такой вот роскоши и пышности мы перешли. Посмотрите в съезды партии, что писали, что говорили, с чем боролись, там, считалось тоже, ну, хоть как-то нужно Сталинскому импер. Какой была эпоха, это печать времени. Да, что пытались-то, тут как бы имперский стиль. Чем жили, о чем думали. Тут уже просто нужно, да, и людям решить какие-то массовые проблемы, очень быстро социальные проблемы решать. Поэтому лучше проще, пониже, поуже строить, но в большом количестве. Это тоже как бы решение проблемы, за это тоже нужно быть благодарным. Это безумно интересно, вот особенно вот и когда история Молдовы занималась проектом, и продолжаем заниматься им. Интересно, мне все время было интересно, не вот эти факты, да, вот. В этом году пошел туда там, а в этом году поборолся. Почему он пошел туда? Почему кто-то пришел сюда? Почему сейчас не это страна? Интересно, не только событий, а история, она должна рассказывать смысл содержания этих событий. Любые события, это часть общей мировой истории. И когда ты начинаешь понимать, почему тут это, а потом еще ты вписываешь историю своей семьи вот во все это, вот она действительно живая, и ты понимаешь, что... Ты чувствуешь, что ты не просто так перекати поле, что ты в какой-то системе рода, семьи. Ты иногда даже можешь что-то... Что ты в личность, ты кто-то. И кто-то из твоей семьи принимает активное участие, и сам ты тоже принимаешь участие, что ты можешь изменить. Для меня сейчас очень интересно, если честно, конец 80... Ну, вообще мне интересен советский период, безумно, потому что очень мало осталось документов. И мне очень интересен вот этот период, который я застала, но я была маленькой, слишком юной. Но именно в детстве это впечаталось сильнее всего. И какие-то вот вещи... Я сейчас встречаюсь с людьми, которые участвовали в процессах, ну, вот, можно так, образование республики, развал Советского Союза, и они мне рассказывают... И вот какие-то личные впечатления, они вписываются вот тоже в общую такую матрицу происходящего. Я море ответов получаю на свои вопросы, которые меня... Вот, а почему вот этот человек так отреагировал когда-то? А почему там меня не... То, что мы говорим о смысле истории. Да, да, о смысле, о сути, о понимании, ну, зачем и почему, и кто, кто вот принял это решение. Это очень интересно, потому что ты себя узнаешь тоже, и ты находишь себя вот в этой всей такой... То есть, скажем так, если вот предположить, вот я встречался с такими вот часто вопросами, которые задают. Вот некто говорит, а че мне эти законы, а че я должен, да я свободный человек, че хочу, я врячу. Вот так и хочу сказать, парень, тебя это общество воспитало, вырастило, начиная от твоих бабушек и дедушек, соседей и всех остальных. И поэтому, если ты хочешь, попробуй вообще проживи без общества. Вы знаете, у нас просто... Сколько недель и ты превратишься в бабуина, поэтому ты просто, как человек, обязан уважать вот эти традиции, законы, писанные они, не писанные, но ты должен уважать, потому что только в этом случае ты личность. Личности без окружения не бывает, это фикция. А людям кажется, значит, он хочет пользоваться всем, что общество создало, но при этом плевать на его все эти ценности и так далее. Мне кажется, такое невозможно. Вы понимаете, у нас все время... И очень пагубно. У нас же никто не понимает, как много на самом деле нам дает государство. При всем при том, что мы недовольны, но те же детские сады, например, ну вот сядьте, посчитайте, сколько стоит няня и сколько стоит детский сад. И как, насколько больше дает детский сад ребенку, чем самая хорошая няня, которая... Это взрослый человек, это не дети. Она не может научить общению в коллективе. Она не может преподать и то, и другое, и третье, и танцы, и лепку, и музыку, и рисование, и письмо, чтение. То есть, как много специалистов работают в том же детском саду. Это все-таки предоставляет нам государство. Не оно само по себе, это из наших налогов. Но, тем не менее, это какой-то... Механизм-то этот? Да. Школа. Хоть мы ропщим на то, что да, мы платим, ну, там, у меня десятиклассник сейчас, да, мы платим за учебники. Мы покупаем какую-то дополнительную литературу. Форму, рюкзаки. Сядьте, посчитайте, сколько мы бы платили, если бы это было индивидуальное обучение или частная школа. Сравните, где действительно ты все оплачиваешь. Есть система медицинская, которая нам тоже нравится, не нравится, но ты знаешь, что ты приедешь в скорую помощь. Зависит от медика, на которого, конечно, попадешь, но, тем не менее, тебя не оставят. И вот разрушение и системы образования государственной, и системы медицинской, вот меня поражает. В Финляндии нету частных университетов, нету частных колледжей. Неужто финны, которые по рейтингу жизни одни из самых крутых в Европе и в мире, неужто они что-то не понимают, а вот наши понимают больше, чем они. Мы, дескать, чуть ли не финны отсталые, мы продвинутые. Ну, у нас с этим совсем тяжело. Какая-то логичная ситуация. Вот зачем разрушать вот эти... Делай параллельно частные структуры. А у нас же как? Разрушаем государство, на шару все это разворовывается, раскручивается, и потом появляются частные сумасшедшие цены, качество обслуживания, ничем не лучше и многое другое. То есть я понял твою мысль, ты хочешь нашим дорогим соотечественникам сказать... Будьте благодарны тому, что есть, давайте сохраним и приумножим. Но, конечно, каждый из нас имеет право на то, что если что-то не нравится, предлагать, обсуждать. Но у нас обычно, вот как действуют люди в системе, значит, мне не нравится, я сел, поговорил где-то там у себя дома на кухне, это хроническое, вот разговоры на кухне это у нас как было, так и осталось. Вот, у нас сплошная такая, знаете, кухонная оппозиция. Но когда доходит речь до того... Сейчас еще хуже, сейчас диванная появилась. На кухне еще усилия, надо готовить. Диванная, диванная, это экспертиза у нас, это аналитики. А, экспертная сообщество. Вот, у много очень людей, которые в этом... Охранный президент. Да, да, очень хорошо все знают, разбираются, вот. Ну, я там тоже постоянно сталкиваюсь с знатоками журналистики. Так вот, но у меня как бы есть нарекания и к рядовым, как у журналистов. Потому что все хотят что-то нам не нравится, но когда ты подходишь с микрофоном, вот что ненавидят все журналисты? Это опросы на улице. Люди себя ведут как дикие просто. Они куда-то бегут, они начинают прикрывать лица, они начинают... Некоторые хамят. Это наша тоже работа. Это наша культура. Да. Если каждому есть что сказать о своей стране, никаких страшных вопросов... Так скажи, вот тебе шанс. Просто вот возьми и выскажи. Ну, и отдельная благодарность тем, кто это делает. Как правило, это люди уже зрелого возраста, которые понимают, что я потеряю. Ну, так хоть что-то, хоть услышат меня, и то хорошо. И будет повод тоже с семьей сесть посмотреть новости всей семьей, и он бабушку показывает или дедушку показывает. Вот. И притом молодежь все время тоже говорит и опьяняет, что почему у нас по телевизору показывают только пожилых людей? Так а вы не бегите. Вот есть ли репортер, который вас просит интервью? Дайте им интервью, расскажите. Тогда вас тоже услышат. Тоже про выборы все время говорят. Почему у нас пожилые, вот такие активные? А кто вам мешает прийти и подклассовать? Где ваша активность, ребята? Да, да. Ну, я лучше куда-нибудь там съезжу, поеду. Ну, и едь называется. А качается тем, что уезжают навсегда? Не участвуешь в своей судьбе? Да, и вот эти 355 тысяч, которые говорят в этом году, это, конечно, катастрофическая ситуация для нашей страны. И когда у нас рапортует власть о великих достижениях, ну, вот эта цифра, наверное, говорит гораздо больше о том, что творится в стране и какое недоверие у людей. Государство и государственные власти. Мне тут на этой неделе тоже сообщили цифру, что в этом году участвуют в розыгрыше Green Card 500 тысяч человек из Молдовы. Об этом, мне кажется, надо задуматься. Ну, это показатель, на что, какая мотивация у человека. Лыжи. Какая мечта у него. Да, подари мне лыжи, я убегу даже на лыжах. Это ужасно. У меня вообще-то складывается вот такое впечатление. И говорил со многими толковыми людьми, мужчинами, женщинами. Ну, вот, например, Крапивка, вот, недавно был у нас в студии. Помню, помню еще, да. Когда ты был очень активен. Так он вот сейчас пригласил его в студию, вот, прошлая передача. Казалось бы, бизнесмен до мозга костей. Очень толковый, очень организованный, очень знающий. Человек, который сам себя сделал, который выставил. Это была эпоха, когда мочили металлистов. Ух, выжить тогда было. Это фантастический парень этот, Игорь Крапивка. И вот, когда мы с ним разговаривали, я ему говорю, Игорь, скажи, пожалуйста, вот, что самое главное, что во главе угла, чего нам не хватает? И он сказал поразительные вещи. Он не говорил, что там какой-то инвестиционный климат, он не говорил, ну, то, что обычно курлычат по всем. Он сказал, главное, это в нашей ментальности. Вот с чем надо работать. Пока мы не осознаем, кто мы такие, зачем мы этой земле, куда мы движемся, говорит, ничего не сдвинется в смерть. Это сказал человек, который умеет считать каждый банос, который умеет все. И вот он в жизни пришел вот к такому выводу. Понимаете, он же лидер. Лидеров, ну и правда, всегда говорят, что лидеров должно быть мало, в принципе, их есть мало в любом обществе. Но у нас дефицит лидеров. У нас, если они становятся лидерами, это люди-разрушители. Созидателями большая проблема. Ну, например, в этом году как-то у меня такой мозаичный год, я бы сказала. Потому что... Год мозаики, да? Год мозаики, да. Во всех смыслах, конечно, этого слова. Кстати, сейчас еврейский Новый год. Поздравим наших соотечественников, значит, людей, которые, благодаря которым появилась и Библия Ветхий Завет, да и Новый Завет. Пожелаем счастья и успехов. Да и вам многим достижениям Бессарабии должны быть обязаны республике Молдовы нынешней. В том числе и в области тоже, и образования, и медицины, и архитектуры. И культуры, искусства. Меня в Бельцах учили учителя, там, вот, казалось, местечковый город, Бельцы и так далее. Учителя у меня были в моей школе номер один молдавской. Значит, Софья Йосифовна Рибелес, Сарбону-2. Что преподавала? Мелихзон, она блестящий французский язык, заодно она и литературу преподавала. Ну, как-то после Сарбона и несложно французский преподавать. Да, дальше, это Мелихзон, Хайдельберг, это вот там, где физика и все, там, глухопостно. То есть, Аршавские закончили еще при царях, именно в Аршавский университет. Вот, и так далее, и так далее. Люди этой национальности, для Молдовы, вот, я смотрю, врачей помню, там, Бельцах, это были люди необычайно образованные, организованные, энергичные, эффективные, и люди, чрезвычайно вносившие в общество вот эту струю взаимного уважения, уважения к человеку. Вот, это замечательные люди. И поэтому, вот, когда мы говорим о том, что мы многонациональная страна, я бы даже точнее сформировал, мы многонациональная нация. Многонациональная, казалось, что это странное определение. Не странное, нация это гражданское сообщество, национальность, это твой этнический маркет. Это такой букет Молдавии. Совершенно верно. Вот, скажи, пожалуйста, вот, с точки зрения искусства, с точки зрения мозаичного года, насколько важно, что у нас, вот, поешь на юг, там, одна мозаика, у меня в Батучинах у колодца сварились луна, луна, другая. Такой символизм, да. Да, на северах, там, другие мозаики. Чем важна мозаика? Почему, вот, ты столько сил, и ты, и твои друзья, коллеги, для спасения вот этих мозаиков? Понимаете, дело-то не в мозаике, а дело в памяти. И дело в том, что... Это форма памяти особая форма, монументальная, да? Нет, немножко не об этом даже я говорю, потому что помимо мозаики есть разные вещи. Есть здания, которые... У нас начали бороться с эпохой через культуру, опять же. Через то, что ломали культуру. Да, безусловно, ее пытаются вычеркнуть какие-то периоды. Ах, значит, это здание построено тогда-то, значит, оно... При советской власти? Все, ужас-ужас. Давайте посмотрим. Ах, мозаика, да кому она нужна? Хорошо, я вот просто сейчас назову цифры, сколько стоило, и чтобы люди понимали, сколько тот же Советский Союз тратил на украшение любого там дворца культуры. В каждом населенном пункте есть мозаика. Вот теперь могут провести такую несложную арифметическую процедуру и процесс. Сейчас один метр мозаики, укладка, один квадратный, это без проекта, это без оплаты работы художника, который вот это все изначально нарисовал, исключительно вот создание, то есть это материалы и работа. Чисто материальная часть. Один квадратный метр, полторы тысячи евро. Опа. Еще раз, чтобы наши дорогие соотечественники понимали, что когда где-то ломают мозаику... Сколько они... В чем это сейчас? Еще раз. Полторы тысячи евро один квадратный метр стоит в Москве, потому что не так много осталось людей, которые способны это делать. Практически, ну это вообще такое, это же уникальная вещь. Сейчас мозаикой практически никто не занимается, очень редко. Ну вот на станциях метро я видела где-то новые еще варианты. Все остальное это уже фактически, вот такой, знаете, памятник определенной эпохи и определенный эстетический вкус. Ну вот как когда-то, сейчас, например, никто не будет там завитушечки особо делать. И это вот тот элемент духовной традиции, из которых, нити, из которых мы все наши души сотканы. И когда начинаешь резать эти нити... Абсолютно, ты же себя обрезаешь тоже. Сам себя обрезаешь. Ты в безвоздушном пространстве остаешься. Называется самообрезание. Да, у нас это очень развито. И вот чтобы люди тоже понимали и могли умножить примерно циферку, ну что там мозаика. Значит, 230 квадратных метров это размер мозаики на дворце культуры профсоюза. Умножаем 200... Что с ней стало? Тьфу, слава тебе, Господи. Группа активистов, в принципе, это все жители Рыжкановки. Несколько, ну вот Оксана Шишко-Козырская, Тарас Чернелевский. Нас вот несколько человек полезло... Достойные имена. Да, полезли на эту стройку. Чем сильно удивили строители, спрашивали прораба, как вы сюда попали. Я сказал, что нет тех заборов, через которые мы не пройдем и не перелезем. Но просто как вы сюда пропали. Да. Вот. Мы подняли такую бучу, которую так все... Подняли бучу, зачем вы это сделали? То есть ты участвовала в этой области? Ну да, я есть. Ты не организовала ее часом так между нами? Ну вот мы с Оксаной Шишко-Козырской были те первые, кто оказался на стройке. Выложили фотографии, и после этого поднялся шум. На самом деле, очень многие винят Министерство культуры. Могу сказать, что просто снос этого здания — это рук дело нашей премарии. Спасибо огромное всем тем, кто подписывал документы, не согласовав с Министерством культуры. А зачем? Хотя часть этого здания, мозаика, была внесена в Государственный реестр памятников охраняемых историй. Батки нужны культуры, а зачем? Спасибо Министерству культуры, которое отреагировало очень быстро. То есть как раз Министерство культуры вас поддержало и отреагировало? Но сказать, что поддержало, не могу сказать, но оно параллельно действовало и тоже предпринимало усилия. Мы не пересеклись в связи с тем, что Министерство культуры нас немножко под другими политическими влияниями. Для них дело принципа не работать с теми, с кем они идеологически не сходятся. Это жуткая глупость. Но мы делаем одно дело и идем к одной цели. Они собрали комиссию, они настояли и выкрутили фактически руки застройщику, который оплатил съемку в мозаике. И хотел все по-быстренькому. Для меня вообще шок, потому что, что мне рассказывают художники, вообще в мозаику собирались сбивать лопатами. Вот можете себе представить? Вот это сбивать. И какова ее сейчас судьба? Где она? Ее сейчас снимают, снимают по частям, по частям, спиливают блоками по 50 сантиметров. Пока ее складируют и собираются уже утверждено место, это будут доращивать стену, которая ограждает театр оперы и балета, напротив спиру Харет. Это будет такая сквер, мозаичный сквер. Скажем так, что эта мозаика не погибла, не умерла. Она появится всей своей массой, на новой стене. И на нас очень многие художники на нас тоже, так скажем, наезжали, говорили, зачем вы, что вы за истерику, вам лишь бы скандал поднять. А художники чего? Казалось, они в ваших рядах должны быть. В том-то деле, что если бы, но когда я им объяснила, говорят, теперь давайте сядем по датам, а вот мы сравним, когда вас пригласили, и когда мы вот подняли разговоры, все это, да, вот начали, вот весь этот шумиху мы подняли. А только после того, как мы это сделали, вот пошел, пошел, пошел процесс. Если бы мы это не сделали, если бы не было давления на общество, не было давления на этот конфликт, который, ну вот, как бы он в данной ситуации попал, конкретно попал, они себе спокойно оформляют документы. Но государство дает им все. Ну, это не их проблема защищать культурное наследие Молдова. Такие в порядке, ломай лопатой, киркой, кувалдой. Хоть памятники, хоть памятники, да, архитектура, археология им по барабану. А искусство сопротив кувалды как-то беззащитно. Это не их страна и не их забота. Забота тех, кто дает разрешение о том, что, ребят, если кто-то приходит из инвестора, что-то застрявит, а давайте-ка посмотрим, что мы оставляем, что мы можем потерять от этого. Что останется после меня. Да, вот. И еще один такой очень приятная новость. Это когда-то отправлялась я на поезде в соседнюю страну, и ранним утром после окрика моего сына «Мама, куда ты опять идешь?» пошла, сфотографировала мозаику на перроне железнодорожного вокзала. Разместила в социальной сети. Значит, опять же, мой сын сегодня меня критикует. И говорит, ну, мама, сколько можно? Я говорю, сынок, вчера я пришла радостно, я ему сказала, а теперь смотри результат. Спасибо большое интернет-сайтам, которые тоже разместили, перепечатали этот пост из социальной сети, сделали запрос в железную дорогу. А там в чем дело? Была и есть очень красивая мозаика, но часть мозаикой закрыта киосками, которые вообще не работают давным-давно. То есть просто вот ее прикрыли. Вот именно. И почему бы не убрать его, и опять будет визитная карточка? Люди приезжают, выходят на перрон, а здесь потрясающая композиция. Причем, как ты сказала, что в Москве квадратный метр, полторы тысячи евро. То есть они, если возьмем, ну, грубо говоря, допустим, 10 квадратных метров мозаики, да, умножили на полтора, ой-ой-ой, и это закрыто грязными разваливающимися бутиками. Ну, как бы там мистер Грязн, но, тем не менее, непонятно. И мне вообще, я понимаю, что наше общество сейчас понимает только в цифрах, вот, к сожалению, большому, да, и поэтому иногда нужно переводить вот в цифрах. Я почему тебя вот часто пытаюсь повторить вот эту цифру? Да, да, нет, понятно, что очень прагматично. Чтобы до наших сограждан, если не с одной стороны, то другое дошло, что искусство дорогого стоит не только в плане духовном, но и материальном, и поэтому беречь надо. Так вот представьте себе, как облагораживали нашу жизнь, вот при том ненавистном для многих в Советском Союзе. Мозаики есть на всех автобусных остановках. Практически, вот, которые идут по стране. Кстати, некоторые очень интересные. Очень интересные. Очень интересные. Наша история. Они, Луминица, феноменальная просто сеть. Вот, произнесла то слово, которое долго ждал, ты произнесешь. Луминица. Это для меня это просто боль сумасшедшая, потому что, во-первых, кому сейчас рассказать из нового... Я, кстати, общаюсь периодически с юной порослью, и мне начинают рассказывать, говорят, вам выдавали бесплатную квартиру. Я говорю, ну, не мне, моим родителям, и вашим. Говорю, тоже. Да, ну. Я говорю, в каждом селе была библиотека. Ну, в больших селах во всех. Да, ну, не может быть. Хорошо. Практически в каждом большом селе вот были эти книжные магазины, магазины Луминица, которые... Это была сеть огромная, притом люди из других республик или вот из городов приезжали в селах, были книги, которые в том же Кишиневе не достать было. Там такой дефицит был по тем временам. Да, феноменальные просто вещи можно было. Поехал в соседний район и купил себе то, что здесь невозможно. Тут нужно записываться. Мы же на книге записывали, стояли в очередях. На заводах, фабриков там тоже... Подписка, все по подписке. ...в очередь, да. Нагрузку какую давали бешеную из партийных документов. Я помню, что 27-е приключение Томака, значит, Томак в стране Кенгуру нам дали какие-то тезисы 27-го съезда в партии. В нагрузку. В нагрузку, разумеется. Вы должны это купить. Ну, ладно, купили, лишь бы Томак был у нас дома. Причем нагрузка дорого не стоила. Нет. Ну, им надо было распространять материал. Ничего, кроме пиара. Да, ничего, чтобы там семечки в них заворачивали, но это нормально, да. Ну, было такое. Но сейчас этой сети, во-первых, не существует. Во-вторых, я вот езжу многое, смотрю, либо это развалины стоят, вот просто запущены, но мозаика стоит, вот везде стоит. Либо это приватизировано под магазины. У меня только одна просьба, вот к тем, кто это приватизирует. Не ломайте. Не ломайте, оставьте. Пусть это будет, поверьте, любой проезжий... Со временем это будет ваш козырь. Можете всем приходить и говорить, вы знаете, что у меня самое дорогое здание, оно маленькое, в остальном, ну, простой кубик такой, у меня самое дорогое здание этого населенного пункта. Вот у меня только эта мозаика, которая там квадратных, там 10 метров стоит, 15 тысяч евро. Вот вы можете, а я могу. Вот я ее сохраняю. Вот это, это ж на этом тоже нужно понимать, и на каких-то таких, ну, вот человеческих слабостях. Все мы хотим быть. Ты знаешь, я о чем сейчас подумал? Ну, все мы знаем знаменитые мозаики Помпеи, Геркуланума и так далее. Вот. И я как-то вот занялся вопросом, вот, римское искусство. Дело в том, что я, в общем, как и ты, меня сподобило, я когда молодым ассистентом попал в Кишиневский политический тогда институт, сейчас университет называется, называется, значит, на меня посмотрели доценты-проценты, профессора, старшие, говорят, так, ты молодой, да, а вот нам спустили сверху какой-то еще дурацкий курс, говорит, основы художественного проектирования, то есть дизайн. Да. Ты, пацан, молодой? Вот и давай. Вот и давай. А мне, мне что, я там матрицы, матрицы читать буду, там, логику, логику. Это же интересно, это самосовершенствование всегда. Я заинтересовался. И вот интересуюсь вот этими. Мне пришлось этим ребятам, я, может, оттуда, любовь к Японии и Китаю, потому что я вынужден был и искусство, и шумеров, и египтян, и все эти эпохи, и возражения, все эти стайлинги, шмайлинги, все это пришлось, потому что ребятам надо было объяснять стили и так далее. И вот я столкнулся с Помпеями. И судя по тем надписям, которые там были возле этих мозаик на стенах, например, такая изумительная его мозаика, и чуть ли не на ней надпись. Три, говорит, вещи сокращают жизнь человека. Ну, у них человека, там, мужчина, конечно, понимаете. Вот. Как сейчас сказали бы, римляне были сексистами. А что было-то было, а что отрицательство? Что было, факт медицинский, никуда идешь, надпись, и вот сказано, три вещи сокращают на этой мозаике жизнь человека. Женщины, бани, вино. Но, говорит, согласись, что только три доставляют вещи в самую большую радость. Женщины, бани, вино. Поэтому я вот так, глядя на вот эти мозаики помпейские и так далее, и я понял, что это мало чем отличается от наших остановок с мозаиков, где надписи, типа... Трудиться, трудиться еще раз, да, там... Ничем не отличается. Конечно, везде были лозунги своего времени. Тем более по этим лозунгам тоже же можно понять... Кто мы, что мы, насколько мы. И эпоха, это понимание эпохи. Наши корни. Потому что ты не можешь взять только то, что есть. Ты хочешь каждый раз что-то новенькое найти и привнести. Для меня самое главное, когда я пишу о каком-то человеке, полюбить этого человека, зауважать его. Потому что для меня любовь, это, прежде всего, уважение к человеку. И в этом году тоже была у нас... Вот в нашей совете гражданского общества при президенте мы провели наша комиссия по СМИ конференцию. И после того, как я выставила дежурную фотографию... Фотография, где мы сидим все вместе в малом зале Дворца Республики, бывшего зала Дружбы. Мы сидим на фоне потрясающе керамического панно. Фантастического. Потом, кстати, я увидела конференцию, когда приехали россияне. Они сказали, и наше заседание проходит на фоне великолепной работы автора, о которой мы не знаем, разумеется, я сразу же скинула, кто и что. И последовал вопрос вот к этой моей дежурной фотографии. Опять же, Оксана Шишко-Козырская. Она меня спрашивает, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, кто автор этого панно? Думаю, вот я как-то не задумывалась. Я даже его толком не рассматривала. А оказывается, в советские времена, середина 80-х, когда вроде бы только вот какие-то какие-то могут быть, не знаю, там колхозники и рабочие. И вдруг средневековый мотив. Видно, что, значит, две, называется панно-встречи. Девушка, какая-то принцесса, разумеется, и некий принц или кто-то еще. Вот их встреча где-то вот на какой-то тропинке, дороге. И все это вокруг настолько детализировано. Начали изучать, изучать. И вот как раз о разных национальностях. Казалось, что автор Луиза Янцен, она и ее супруг Сааков, Эдуард Сааков. Ну, как интересно, удивительно, кстати, что все керамические панно, которые созданы в зале дружбы, создавали женщины, вот вам сексистской. А мужчины были у них под мастерьями. Вот это правильный подход, современный. Это было очень, действительно потрясающее панно. И в цирке тоже, если помните, на лестницах с двух сторон тоже есть панно. Так вот, вот этот тандем Янцен и Сааков, они получили золотую медаль Академии художеств СССР. Это фантастическая премия, это уровень, ну, просто огромный. И тем более из Союзных республик, да, давали, но всегда так тоже присматривали. Потому что, ну, вот все корифеи у нас вроде как. И тут казалось, аполитичный, романтичный сюжет, и получил такую оценку. И вот посмотреть, да, это середина 80-х. И это, если вообще посмотреть на зал дружбы, там все, там нет никакой совершенно политической подоплеки. И сказать, что это создано вот при Советском Союзе очень сложно. Никто не победит. Это некое, ну, это правда произведение искусства. И вот мы в октябре очень хотим, как-то так тоже получилось. Сначала про Янцен писали, потом встретился с руководством зала дружбы Дворца Республики, тоже с ними. Оказалось, это люди небезразличные. Им очень интересная история здания, в котором они работают сейчас. И есть такая идея сделать экскурсии там. И именно с рассказом о том, как оформлено. И особенно для наших школьников, потому что... И не только, для дипломатов, которые приезжают. Я согласен. Мы же везем все их поить в Криковские подвалы. Но я хочу сказать, что для детей в первую очередь. Потому что детки обычно любят. О, принцесса, это принц. А там букеты цветов. С этого начинается. Ну и потом, когда серьезный дипломат, вот как Валера Асталеб любит, у него стойка дипломата, я расскажу по секрету. Значит, правая рука засовывается в карман брюк. И ты стоишь таким видом, знаешь, что ты все уже понасмотрелся, всего навидался в этом мире. Но когда видишь вот такую фреску, ты должен, по крайней мере, тут немножко сбавить вот эту стойку и сделать такое выражение. Ничего себе. Вот это вот, когда у дипломата появляется это ничего себе, это очень дорогого стоит. Это высшая оценка. В связи с тем, что Валерий Иванович, я знаю очень хорошо, в нашем общении ничего себе это постоянно происходит. Я умею его удивлять, потому что постоянно ему рассказывают что-то про историю Молдовы, и ему это действительно интересно, небезразличный к этому человеку. За что я его и уважаю. И хотим сделать это, и так получилось, что вот как-то за год выкристаливалась такая группа людей, которые я там видела, там видела, там видела. Это такие, кажется, что одиночки, которые делают очень много для нашей страны. Потому что, ну вот мы когда говорим, что я могу сделать? Ну вот мы же эту мозаику отстояли. Ребят, мы отстояли для страны. Умножьте 230 на полторы тысячи, это больше трех миллионов. Вот если бы так все отстаивали наши клиники, школы. По мелочам, до своей дворы. Вон у нас там детсадик, вот как раз вот Деляну, вот этот поворот. Ну некуда детишек водить. Нет какому-то жлобу. Какие-то жлобы от нашего приморяя подписали. Разрушили до оснований. И сейчас там, конечно, поднимается... А вот где были местные жители? А местные жители в это время молчали. На кухне сидели, да. А потом выбегают сейчас на площади во главе с Майей Санду, Настасой. Кстати, бывшими министрами того же образования, благодаря которым вся эта система вот разламывалась, доламывалась. Все это крушилось. Вот. И выбегают. Вот там чего-то. А где вы были, ребята? Когда садик ломали, у вас во дворе детскую площадку, где вы были все мои родные и хорошие? Где вы были? И все начинается. Вот там поломали где-то мозаику, поломали где-то какой-то театр, дворец профсоюзов. Вот где вы? Понимаете, к Майей Санду у меня только один вопрос. Это же не вопрос. С этого все начинается. Я особо не видела любви к детям у госпожи Санду и заботы о них. То есть единственное, чем она запомнилась, это тем, что нужно ужесточить правила. И ужесточить правила по отношению к детям. То есть нужно быть строгим. Но нельзя быть бессердечным. С детьми, ну вот это ее мнение, понимаете, но с детьми одним кнутом ничего не добьешься. Там должны быть не только пряники. Любовь нужна. Конечно, когда мне тоже говорят, что вот нужно, руководитель должен прийти и требовать. Я говорю, понимаете, сначала нужно, чтобы бить по попе, нужно сначала поцеловать ту попу раз в 150. И в том числе своего сотрудника. У нас заканчивается передача, видишь, время как-то пролетело. Что бы ты хотела сказать нашим дорогим соотечественникам? Ну, прежде всего, не быть безразличными. Это и первое, и последнее, и крайнее. Если рядом с вами что-то происходит, не думайте, что кто-то придет из-за вас и что-то сделает и отстоит ваши интересы. Это в ваших интересах сохранить то, что нам досталось от предков, и сохранить, в конце концов, комфортную атмосферу, в которой мы с вами существуем. Вот и все. И быть счастливыми. Да, быть счастливыми. Это, кстати, тоже обязанность каждого сделать все для того, чтобы быть счастливым. Когда ты счастлив, вокруг тебя тоже. Ты не будешь делать гадости другим людям. Дорогие соотечественники, это была Елена Пахомова. Что я могу сказать? Много интересного. Но меня особенно поразила цена вот этого квадратного метра, во что обошлось бы сейчас мозаику сделать. Запомните, это колоссальная цифра. Полторы тысячи евро. Это для тех, кому наплевать на духовную сторону, чисто духовную сторону искусства, насколько оно важно. Да хоть через вот эти суммы поймите, что искусство дорогого стоит. Потому что искусство – это то, что делает человека, из чавкающего животного, делать личностью. Личность – это такое состояние души, которое способно к любви, которое способно к уважению, которое способно к благому действию. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова